Планы на 2021. Аким города отчитался перед населением в прямом эфире. Запрещенный улов. Двух рыбаков задержали на озере Балхаш за незаконный промысел. В первый раз в Балхаше пройдут соревнования по очеребиатлону. Сегодня глава города Ураста Урбеков отчитался онлайн перед населением в прямом эфире на страницах в социальных сетях. Он рассказал о проделанной работе в 2020-м и поделился планами на этот год. Затем ответил на вопросы жителей. Уважаемые земляки, итоги 2020 года показывают положительную динамику социально-экономического развития в целом. В прошлом году Балхаши ввели в эксплуатацию больше 14 тысяч квадратных метров жилья. А в этом планируют заселить 18 тысяч квадратных метров. Малообеспеченные семьи получат 42 арендные квартиры. В микрорайоне Самал очередникам предоставят около 100 земельных участков под жилищное строительство. В рамках подготовки к отопительному сезону были проведены, выделены бюджетные средства в размере более 500 миллионов тенге на ремонт тепловых сетей. Из них 350 за счет средств областного бюджета. В городе отремонтировали 10 автомобильных дорог, благоустроили 12 дворовых территорий, отреставрировали центральный парк и построили новый по улице Абая. В этом году благоустроят полтора гектара площади независимости на 850 миллионов тенге. В текущем году годовой план по объемам промышленной продукции будет доведен до 4,5% с ростом. Такой у нас прогноз. В 2020-м отремонтировали больше 10 километров водопровода Тукраусаяк. В результате аварийность снизилась почти в 5 раз. В этом году заменят еще 3,5 километра на общую сумму 100 миллионов тенге. В 2021-м закончат строительство теплосети номер 3, от ТЭЦ до микрорайона Каннерат, которая позволит подключить к центральной сети дома рабочего поселка, кварталов 64 и 90. Также завершать строительство спорткомплекса в микрорайоне Каннерат. В городе действует у нас 4397 субъектов малого и среднего бизнеса. Снижение показателей, некоторых показателей по развитию МСБ у нас объясняется объективными причинами пандемии. В рамках государственной программы «Дорожная карта бизнеса-2020» в прошлом году реализовано 4 проекта по субсидированию кредитов на 167 миллионов тенге. При этом создано 66 новых рабочих мест, реализовано 11 грантовых проектов на 112 миллионов тенге. После подведения итогов Агим города ответил на вопросы жителей. Они были связаны с очередью на жилье, уличным освещением, поливом. Не остались без внимания высокие цены на квартиры в Балхаше. Почему не закончили работы? Ленина 19 не заасфальтировали, разрыли и оставили. Нет освещения, брусчатки, детской площадки. Почему не углядели данные нарушения? С весны столько времени было. Когда будут исправлять? Вопрос понятен, мне кажется. Хорошо. Во-первых, у нас есть возможность реализации? Нет. Нет возможности. А есть имя, фамилия, адрес его? Максат Мухтар. Максат Мухтар. Тогда я персонально для Максата Мухтар вас хочу ответить. Это очень действительно проблемный вопрос оказался в прошлом году для нас. В рамках программы благоустройства мы 24 двора должны были благоустроить. К сожалению, 12 из этих дворов работы выполнялись недобросовестным подрядчиком. Пройдем. Почему не открывают мечеть, когда клубы и рестораны открыты? Спасибо за вопрос. Он больше адресован, конечно, к ограничениям, обозначенным в постановлении санитарного врача. В этой связи есть утвержденный документ, в соответствии с которым установлены требования и ограничения, обязательные для исполнения в семье. По поводу работы детских садов, спрашивают, есть ли возможность открыть детские сады, в том числе мини-центры, так как в других городах уже начали принять такую практику. Спасибо за вопрос. Я уже отвечал на часть из вопросов этой темы, что режим работы дошкольных учреждений, школ, отдельных других объектов бизнеса регулируется постановлением санитарного врача, главного санитарного врача. Кроме того, свой отпечаток накладывает эпидситуация. Двух рыбаков задержали на озере Балхаш за незаконный промысел. Сотрудники природоохранной полиции изъяли около трех мешков с уловом весом больше 100 килограмм. Нарушителями оказались двое жителей Сарашагана, но мужчин завели уголовное дело. Сейчас устанавливается сумма ущерба. После того, как вину задержанных докажут, им грозит наказание в виде штрафа на сумму больше 8 миллионов тенге, исправительные работы, либо лишение свободы сроком до трех лет. В настоящее время устанавливается сумма нанесенного ущерба. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 335 Уголовный кодекс Республики Казахстан, то есть незаконная добыча водных ресурсов, других водных животных или их растений. В настоящий момент проводится расследование. В Балхаше впервые пройдут соревнования по очеребиатлону. Этот вид спорта сочетает в себе лыжную гонку со стрельбой из лука. В дистанционном спортивном состязании мужчины и женщины будут соревноваться отдельно по возрастным группам. 6 февраля на набережной обустроят площадку и проведут регистрацию участников. А 7 числа с 11.00 стартуют индивидуальные забеги. Принять участие приглашают всех желающих. Подробности можно узнать по номеру телефона главного суди, указанному на экране. Для развития этого вида спорта мы учились в специальной академии. Правила конкурса очень просты. Все участники бегут два круга и два огневых рубежа. Мишени находятся на расстоянии 18 метров. Это первое соревнование не только в нашей области, но и в нашей стране. Участники будут выступать по одному. В будущем, когда будет больше инвентаря, мы будем проводить круповые соревнования. Балхажец стал участником музыкального проекта «Голос Украины». Александр Лим увлекается пением с самого детства. 29-летний молодой человек давно следит за украинским шоу «Голос». Он вдохновился историями земляков и решил попробовать свои силы на проекте. За его плечами участие в казахстанском шоу «Айм Синга», в котором певец дошел до полуфинала. Подвигло желание поделиться своим творчеством не только на территории Казахстана. Я прям с детства, я поступал на всяких тоях, пока был маленький. И коронная фраза моих родителей была «Сейчас музыкальный подарок от нашей семьи. Он с приятками Саши». На отборочном туре Александр Лим исполнил песню «Там, где нас нема» Святослава Вакарчука из «Океана Эльзы». На последних секундах ему удалось развернуть кресло Надежды Дорофеевой. Мне было настолько волнительно, что я как бы пою, вроде неплохо пою, а люди все не поворачиваются, не поворачиваются. Но в итоге, когда она повернулась, меня как будто отпустило, я был в какой-то эйфории. Поддержать нашего земляка и наблюдать за ходом событий на проекте можно в следующих выпусках 11 сезона шоу «Голос Украины». В выходные в Балхаше потеплеет. По прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня осадков не предвидится, но будет туман с небольшим ветром. 5-6 числа ночью температура воздуха ожидается от 11 до 13 мороза, а днем теплее на 5 градусов. В воскресенье придет потепление, столбики термометров покажут минус 5 в ночное время, а днем от нуля до двух тепла. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 6-11 метров в секунду.